Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Ряд оппозиционеров начали заниматься конкретными проектами, и эти проекты очень успешны. Просто в силу того, что эти проекты бьют в самую точку, например, против коррупции. Понятно же, что никто не будет спорить, что у нас страна одна из первых в мире по уровню коррупции. И понятно, что этот уровень коррупции при активной борьбе все равно постоянно растет и растет. И когда ты в нее бьешь, понятно, что ты вызываешь активное сопротивление. Поэтому, безусловно, люди заинтересованные, имеющие какие-то там сферы влияния, могущие надавить, они начинают это делать. Это нормальная реакция внутри системы замкнутой цепи. Но меня радует тот факт, что теперь оппозиция, и вообще все люди, и все мы понимаем, что надо не только что-то говорить, но еще что-то делать. И вот эти сами дела, они, конечно, объединяют больше, чем просто слоганы. И от этого самый главный ответ, с которым может выступить так называемая оппозиция или оппозиция, неважно. Люди, имеющие свою гражданскую позицию, кем бы они себя ни называли с обеих сторон, не могут выступить с конкретными результатами. Вот, например, если Дима едет, там Дима Гудков едет в Соединенные Штаты, выступает на конференции, и противоборствующая сторона говорит, что ты выступал на конференции, где сидели разведчики, значит, доносчики. Ты дал им какую-то совершенно скрытую информацию, зачитывают эту скрытую информацию. Скрытая информация говорит о том, что уровень коррупции растет, ничего не делается, и надо что-то делать совместно. Это закрытая, вот для нас с вами, это закрытая информация. Для меня лично эта информация открытая, она даже в центральной прессе у нас есть. И, между прочим, на центральном телевидении. Соответственно, когда Дима туда съездил, говорит, давайте создавать межпарламентские группы и так далее, может возникнуть какой-то конкретный результат. И, соответственно, кем тогда будет выглядеть Дима? Дима будет выглядеть борцом с плохой вещью. А оппозиция у нас, как известно, борец просто за какую-то ерунду. Когда никто не хочет, чтобы в оппозиции появлялись герои. Поэтому как-то реагирует. Я считаю, что движение сейчас, которое происходит, оно запрограммировано было действиями прошлогодней давности. Вот это как раз сейчас нормально. Власть будет реагировать, оппозиция будет реагировать на власть, и дальше это во что-то перерастет. А вот ситуация с Митей, вот это то, что меня лично очень сильно возмущает. Митя Олешковский, это известный блогер, активист и человек, который меня поражает просто своей внутренней организацией. Потому что Митя, когда летом случился Крымск, мы с ним летели, они собирали помощь, организовывали с Машей, с другими потрясающими ребятами вот эту сборную Воробьеву площадки гуманитарной помощи. Отправляли нам в Крымск эту гуманитарную помощь. И я когда приезжал, Митя прилетал со мной туда. И когда мы с ним летели в Сомнете, он сказал, знаешь, Ален, я подумал, что всю свою жизнь до этого момента я занимался ерундой. Теперь я хочу уволиться с работы, вообще уйти от всего, и заниматься помощью людям. И что делает Митя? У него есть проект «Нужна помощь», где он находит конкретные истории, конкретно помогает людям. В больнице не хватает техники, он покупает, собирает деньги, покупает туда технику, машины. Детям нужна помощь, он этим детям эту помощь оказывает. У него огромное количество успешных случаев помощи. И этого человека, за то, что он просто снимает в аэропорту, даже не снимает, а его снимают в аэропорту, потому что он дает интервью. Заключают под стражу на сутки, потом его везут в суд в родной нашей стране, и потом, мне кажется, это даже странная, унизительная ситуация, и потом переносят еще суд по месту жительства. И вот это, мне кажется, очень абсурдно, приписывая неповиновение, борьбу с ОМОНом и так далее. Надо просто видеть Митю и знать людей, с которыми он находился в Пулково. Я себе живо представляю борьбу с ОМОНом, которую они должны были в Пулково устроить. Потому что Митя уже снимала в Шереметьево и в Домодедово, там никаких проблем не было. А как вы оцениваете реакцию Совета Федерации и Думы, которые отказались рассматривать, например, информацию Алексея Навального о двойном гражданстве депутата, сенатора Малкина, и про квартиру уже Яровой много сказано? Ну, я как могу это оценивать? Я считаю, что хорошая мысль такая, что если все общество объединится и скажет, достали, вот это прям, если под этим подписываюсь, то может быть что-то изменится. Когда часть общества делает вид, что она с чем-то борется и ничего не говорит, а другая часть общества борется, но не объединяется в этой борьбе, конечно, так и будет. Конечно, будут находить квартиру депутатов, которые, ну с Яровой же какая история, она имела право получить эту квартиру, и она оформила эту квартиру, но мы не знаем, желала ли она в этой квартире, и может быть эта квартира была прикрытием как раз тому, чтобы иметь еще какую-то собственность. Проблема даже не в том, что она имеет эту собственность, потому что тоже не надо как бы создавать паранойю, истерию, говорить о том, что там депутат не имеет права владеть ничем, вот он должен быть бедный, нищий, вот значит, это тоже неправильно же, да? Просто депутат должен это открыто показывать и декларировать в соответствии с законами Российской Федерации. Так вот, то, что сейчас отказываются рассматривать, или то, что там вменяют людям, которые пытаются сделать так, чтобы это рассмотрели, измену Родине, говорит о том, что закон Российской Федерации, как мы лично с вами знаем, это право, но не право применения, а применения без права. Да, вот это вот проблема в нашей стране, которую надо как-то решать. Продолжение следует...